Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Я только что вернулась из Пады, и многие сейчас скажут, вот она какая, довольная после того, как сделала покупки. Я действительно сегодня хорошо провела время, просто-напросто потому, что я очень-очень легко оделась. На мне хлопкалый свитер, мне показалось, что будет тепло, потому что в прошлый раз я утеплилась, ездила в дубленки, и, признаться, на солнце мне было очень-очень жарко снимать, а снимала я на солнце, чтобы кадр был красивый. Но солнце сегодня не вышло, я очень мерзла, и мне ничего не оставалось делать, как периодически заходить в какие-то магазины, я зашла в Зару, я выпущу влог, что я интересного нашла в Заре, я нашла, точнее, я зашла в Манго, тоже покажу, что можно, на что можно обратить внимание, на мой взгляд. Я зашла в очень многие магазины, в том числе мы выбирали брюки мужу, точнее, джинсы, посмотрите, этот влог, мне кажется, будет очень-очень интересным. Для многих это будет ответом, на мой взгляд, на вопрос, кто же, кто же одевает моего мужа, он сам, и может мне посоветовать, либо все-таки его одеваю я. Ну, а в этом видео я расскажу вам о своих покупках, которые бы я не совершила, если бы не сегодняшняя холодная, очень-очень холодная погода. Итак, я в прошлом году делала влог из Манго, и я говорила, что если я захожу в Манго, и это сущая правда, я никогда не иду в женский отдел, потому что мне ничего не нравится в Манго в женском отделе, уже много лет я ничего не покупаю в Манго в женском отделе, более того, у меня подозрение, что отшиваются из разных тканей, мужская коллекция и женская коллекция, такое может быть. Я много раз рассказывала случай, почему я это знаю, потому что такая история была в Беннетон, детский Беннетон отшивался совершенно из другого хлопка, чем взрослый Беннетон, например. И я подозреваю, что и в Манго такая же история. Мужская коллекция мне нравится всегда очень-очень. Повторюсь, влог для многих может оказаться полезным, где я примеряю мужские вещи, так же, как я делала в прошлом году. Всегда льняные пиджаки мужские, какой-нибудь 48-46 размера на мне потрясающе сидят, можно брать больше, перетягивать поясом. Но, но, сегодня не об этом, сегодня о моих покупках. Первая покупка, первая покупка, это вот такая прекрасная шляпа. Почему прекрасная? Ну, потому что она стоила со скидкой, 30% скидки, за 20 евро я ее купила. Это цена, на самом деле, шляпы на рынке. Обычно на рынке шляпа стоит от 20 до 25, иногда 30. А евро я тоже показывала шляпы с рынка в Падуе, и там шляпы были очень красивые, но они все были полиэстровые. Поэтому я ни одну не купила, хотя с удовольствием примерила. Так вот, я много раз уже говорила, упоминала, что как раз таки в манго, что в женском, что в мужском отделе шляпы уже много-много лет, на самом деле, последние лет 8 совершенно точно, они шерстяные, соответственно, цена-качество, что может быть лучше. Плюс мне очень подходит тулья, которая делает манго для мужчин. Но, на самом деле, женская тулья тоже мне подходит. Но женский шляп я уже давно не видела. В прошлом году, что здесь у меня прям такие воспоминания ударились, в прошлом году я тоже показала, как я купила классную шляпу. Именно в мужском отделе относила все лето. И до этого лета она еще, что называется, дожила благополучно. Поэтому этим летом я ее буду доношить. Поэтому вот такую шляпу я купила. Сегодня я была в этом шелковом платке. И сразу покажу вам, как можно очень красиво носить платок на тулье. Вот такой большой платок. Безусловно, если у вас есть маленькие ленты, которые традиционно предназначены для того, чтобы носить их на сумке. Кстати, сбегая вперед, посмотрите, какая классная идея носить маленький платок шелковый, либо полиэстеровый, у кого какой есть, кто какой найдет, на бретельке сарафана, либо топом. И это был кожаный топ. Я не совсем поняла, это находка витриниста-стилиста, либо все-таки в комплекте продавался топ плюс вот такой платок. Но повязанный на бретельку платок тонкий – это то, что, в общем-то, для меня явилось открытием. Я бы никогда сама, мне кажется, не догадалась, потому что, несмотря на мою фантазию бурную, платки я очень-очень люблю. Но вот на самом деле на лямке носить – это что-то новое для меня, мне кажется, классная идея. И сразу покажу вам, как можно очень красиво носить платок на тулье, неважно какой шляпы – теплой шляпы, то есть шерстяной, либо соломенной шляпы, либо из карты, то есть это бумага, из бумаги делают. Вот таким образом вы завязываете. Вот здесь можно потом уложить, но у меня с первого раза завязалось все очень-очень хорошо. Вот таким образом. Я показывала в одном из своих видео трюк подобный. Здесь можно скрепить самой обычной резинкой для волос, чтобы вы были точно уверены, что ваш платок в самый неподходящий момент не соскользнет. Что я также купила. Кепка. Очень хотела я себе кепку, много раз рассказывала. Наконец-то выбрала. До этого все никак не могла купить, потому что то материал. Мне не подходил. Я очень люблю головные уборы и знаю, что головные уборы из полиэстера, вообще из ненатуральных тканей, это то, что носить не сможете ни вы, ни я, потому что не дышит голова, это очень неприятно. И это 100% хлопок. Это тоже мужской отдел манго. Это тоже со скидочкой все обошлось мне в 8 евро. Кепка стоила, кстати, 15,99, то есть 16 евро. Не дешево. Но вот такая кепка мне очень понравилась. Стулья, как она на мне сидит, и хлопок. Ну, в общем-то, больше никак характеризовать я не могу. И взяла эту кепку, подумала, потом, может быть, Егорке понравится. Хотела, конечно, другую букву, но других букв не было, только с буквой А. Почему-то выпустила манго только с буквой А. Опять же, много вещей я могла бы купить, и вам могла бы посоветовать. Из того, что я видела конкретно в мужском отделе манго, очень мне понравился, например, тренч. Я считаю, что за 99 евро этот тренч сидеть может на мне, если я вот его бы купила и обыграла не хуже, чем тот тренч, который очень многим понравился. Разница в цене, конечно же, космическая. Но всего не купишь, складывать все это некуда. Поэтому нужно ограничиваться тем, что тебе действительно нужно. И у минималиста нет проблем с этим, правда. Недавно выпустила последнее видео на канале. Мне было приятно прочитать большинство комментариев, очень-очень позитивные. Конечно, на шесть те, кто подумали, что я хайп, хайп, конечно же, на теме благотворительности. Но очень многие подумали, что я закрываю канал. Нет, просто тематика минимализма, она уходит на другой канал. А здесь будут покупки и стрит-стайл. Еще немножко уборки, воспитания детей и того, как реагировать на критику. И купила вот такую рубашку. Вот такую рубашку. Найти рубашку в полоску очень-очень сложно. Потому что либо полоска очень узкая, либо очень широкая, либо очень невнятная, очень тонкая линия полоски. И вот такую рубашечку я нашла в мужском отделе. Она была единственная. Размер взяла L. Хотела поменьше, но размер L тоже хорошо. Потому что я показывала летом, как можно классно носить мужские рубашки, расстегнув их, сдвинув, сделав красивое декольте. Вот такое широкое. И с чем буду носить эту рубашку? Буду носить ее... Буду носить ее... Она мне обошлась, кстати, в 20 евро. 19,99. Размер L. Размер L. И буду носить и брала конкретно к очень темному-темному дениму. А также к черному дениму. Те, кто смотрит мой канал, мои обзоры о моде, знают, что у меня слабость к черному дениму. Я вам искренне рекомендую присмотреться к черному дениму. Закончилась карта памяти. Невозможно сегодня записывать. И точно так же потрясающе смотрятся шубы, короткие либо длинные, когда мы имеем джемпер с круглым бородом, как у меня сейчас. И самую обычную классическую рубашку, желательно белую, потому что белые рубашки смотрятся потрясающе и ко всему подходят. Ну и в завершении этого видео это все мои покупки на сегодня. Как вы видите, закупочка минимальна у меня. Только то, что нужно, только то, что идет. Но на самом деле я бы купила еще некоторые вещи. Но повторюсь, об этом расскажу в своем влоге обязательно. Но хочу в заключении этого видео рассказать вам интересную историю. Сегодня я зашла в магазин, где я решила примерить тоже головной убор. Это шапочка, шляпка, даже не знаю, как охарактеризовать. Я много раз видела подобный головной убор на подаванках, которых снимаю. И подобный головной убор я больше нигде не встречала. И действительно, когда я зашла в магазин, подобная шапочка, как оказалось, стоит 40 евро. Выяснилось, что это местное производство. И вот кто-то придумал, и думаю, где-то рядом с нами все это производится. И нашла я этот магазин, и решила зайти и примерить. И вы знаете, я сразу почувствовала, кстати, вот таким образом я сегодня была одета. Я сразу почувствовала к себе какую-то любовь, какую может испытывать продавец к покупателю. Я почувствовала, что мне, в общем-то, можно все. Как вы видите, я даже смогла себя заснять. И, в общем-то, я сразу почувствовала очень и очень теплое к себе и доброжелательное отношение. И я много раз рассказывала, что такое бывает не всегда. В особенности вы это можете почувствовать, если вы говорите на одном языке с итальянцами. Они могут заподозрить, что вы не турист здесь, а что вы проживающее лицо на территории Италии. И наоборот, если заподозрят, что вы турист, будут думать и полагать, что вы турист и приехали сюда на каникулы. Если вы хотите потратить, конечно же, большое количество денег, ну, либо маленькое, кто как захочет, то, в общем-то, вас будут облизывать с ног до головы и относиться к вам очень и очень дружелюбно. Вот это дружелюбие я почувствовала в отношении себя. Не смогла сразу понять, что и как. Была довольна тем, что мне принесли все померить. Я померилась, себя засняла. И вот, когда я уже начала прощаться, выходить, мне сделали комплимент моим прекрасным браслетам. И вот тут я, в общем-то, и поняла, почему ко мне, в общем-то, были таким образом доброжелательно настроенные. И это к вопросу о том, нужно ли показывать, не нужно ли показывать, куда, каким образом стоит одеваться, не стоит одеваться. Видео про то, почему Levi's хуже, чем Gucci, обязательно-обязательно выйдет. Обязательно выйдет видео в тематике самомаркетинга. Этот термин не я сама изобрела. Этот термин, возможно, уже существует, но в любом случае мне подсказала его одна зрительница. Подобное видео уже было снято. И вот, опять же, к этому видео вот такая ситуация, которую я освещу более подробно. Когда люди считывают определенные бренды, которые мы можем себе позволить, которые они на нас видят, то, в общем-то, очень часто в определенных сферах, сферах, как правило, оказания услуг, в сферах, которые связаны с оказанием услуг, а также с продажами, нам действительно могут выказать большего внимания, которое мы, как потребители, безусловно, достойны. И пусть многие подумают и напишут, что у меня есть какие-то комплексы. Именно поэтому я очень часто говорю о брендах и их демонстрирую. Хотя, на самом деле, мне искренне так не кажется. Я совершенно точно знаю, что моя умная аудитория, взрослая аудитория и мудрая аудитория поймет, что очень часто речь идет о самом элементарном самомаркетинге, который мы должны уметь позиционировать, который мы должны уметь пользоваться и который мы должны уметь продвигать самих себя. Прежде всего, для того, чтобы получить определенные услуги, определенные вещи путем меньших усилий, по-другому не скажешь. На этом с вами прощаюсь. Желаю всем классных покупок, чувствовать себя на стиле, чувствовать вообще себя хорошо, вне зависимости от того, на стиле вы или нет. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok